Позвонил Игнать Тихоновичу сейчас, он сказал, что ты никого не боялась и молилась. Ну конечно, все, я даже не ожидала ничего, что-то это скажет и все. Конечно, вам чего, мы с тобой вместе познакомились с ним, ты хоть бы со мной-то это как-то более-менее, ну хорошо, понятно, я не могу так заслужить, что ты там работаешь, там-то все, он на тебе души не чает. Ну так ты, я не хочу из себя этого, ты хоть со мной-то немножко, ты сознавай, ты-то хоть что, Антон, ты что ему, молись, да не расстраивайся и все, молись, да не расстраивайся. Ну и что из этого, я что, тяжу прямо просто, тоже прошу, плачу, прошу Бога, а что? И что дальше, они что, успокоятся? Я еще не договорился. Я еще не договорился. Я сейчас вот в двери уже, вот в подъезде уже, три раза уже позвонили. Пошла, посмотрела в окно штихаря, а там мне каких-то машинок подъехали. Ну что это мне, скажи, надо? Надо же немножко, когда же думать, ты же, а вам нет, а тебе, зачем это делать, мне хуже-то сделать. Ну и так у нас с собой все нормально, все про него, а также знаем, что вам не то-то-то. Да ты, это что, это что, это значит, надо было, но все, чтобы знали, еще написал там, что вот он, нет, его вроде поставил. А если все будут смотреть, что твою задость, для них, для них. Вот и все. И что? Я еще не договорился. Что из этого? Что за лучшее-то вы делаете? Ну и что, что он мне скажет? Ну что мне ему тогда звонить? Я еще не договорил. Ну? Он сказал, что ролик убирать не будет. О, ну ты, вот ты доволен? Я доволен. Ага, вот так, вот я и так и поняла вас. Все, давай сбором. Он еще сказал, чтобы ты вспомнила о святых, об Иоанне Крестителе, что он не боялся говорить правду, и о других, и страх этот твой, ты от страха теряешь разум. Ага, зачем мне ему звонить, скажи? Зачем? Зачем? Ты мне говоришь, звони ему, дозвони. Я так знала, я знаю, что он перед счетом скажет такой. Я понимаю тебе, у вас все хорошо, а не вам это все терпеть. Не вам, понимаешь? Мне что, куда, чего, людей-то я что, что я скажу им? Людей боятся? И зачем? И зачем мне когда-никогда, они все равно зайдут ко мне? Люди тебе что сделают? Люди тебе что сделают? А тебе это надо было, тебе это делать, для того, чтобы люди вот не было, что-то сделали. Зачем? Зачем? Ты перед Богом находишься, а люди-то что они это? Ты эти слова, я знаю давным-давно, ты себя, понимаешь? Я сама понимаю. И что дальше? Я даже своим уже не хочу говорить деткам. Скрывай даже тебя уже. Потому что не хочу, чтобы там у них ненависть какая-то была. Бесполезно скрывать, не надо ничего скрывать. Конечно, ничего не надо, все, тебе ничего. Ты на мое место сядь, а я на твое бы была. Это было бы совсем другое дело. Ты бы совсем ничего не стал этого делать. Понимаешь? Ты думаешь, что, я сколько мучилась с ним, сейчас только успокоились и жить. И как теперь? Как теперь? Живи и спокойно. Сколько ты меня прожила, сколько я молилась, сколько я чего, все как ты говоришь. И все уже, ну слава Богу, все пришло. И что теперь? Что теперь? Мне тебе не знать, что это не надо. Понимаешь? Молись, да и все. Это я сама знаю. Молись, да и все. Молюсь, вот, который день молюсь. Не только молись. Ну еще и читай Слово Божие, которое может тебя утешить. Меня утешить? А у меня работа бесконечная. Мне что-то надо все, что-то, то-то, то-то ты говоришь. А у меня работа, сейчас я его прислажу опять. Понимаешь ты? И страха человеческого нет. Я не совсем уже, еще учти, что я уже не могу не работать и уже не устаю и читать не могу. Ничего уже. У меня уже вообще скоро вот-вот может. А это меня еще бы добавил ты, чтоб я скорее ушла. Людей не надо бояться. Бога бойся. Я еще раз тебе говори, не говори, но не казай этого. Я без тебя это знаю. Без тебя это знаю. Понимаешь? Вот и все. Ладно, все. Не могу вообще говорить с тобой. У меня вот сейчас только вот не отойдет ничего. Стучат и стучат.